Уникальная возможность увидеть почти два десятка разноплановых спектаклей от театральных коллективов разных регионов России, Германии, Белоруссии, Армении, Луганской Народной Республики. 16 русских театров представят ишкаролинским зрителям свои постановки. А музеи Республики готовы удивлять новыми экспонатами и мастер-классами. О событиях, которые нельзя пропустить, смотрите в нашей афише. Местная история, традиционная культура, интерпретация литературных произведений, портретные образы современников и декоративно-прикладное искусство. Более ста работ в разных направлениях можно увидеть на выставке «Край Марийский», которая продолжит свою работу до середины января будущего года в Республиканском музее изобразительных искусств. Национальным музеем имени Евсеева работает фотовыставка «Корни», а в библиотеке Чувайна выставка «Люди среди людей». В музее «Историю города ишкаролы» можно прикоснуться к истории. Здесь представлена выставка «Товарищ комсомол». В Музее народно-прикладного искусства экспозиции на тему «Душа и рук творения» и «Чудо-соломка» будут радовать посетителей до середины декабря. Национальной художественной галереей представлены подлинные живописные полотна более 50 русских художников с мировым именем. Среди них знаменитая картина Кузьмы Петрова «Водкина. Яблоки». Отмечу, считается, что именно этот художник смог дать классической традиции живописи новую жизнь и обогатить ее, наполнив духовностью древнерусского искусства. В этом году 140 лет со дня его рождения. Полотно этого художника и других можно будет увидеть в Национальной художественной галерее на выставке «Из века в век. Сокровище русского музея» до середины января будущего года. Комедии, драмы, сказки для взрослых в исполнении актеров из разных городов России и мира на сцене Академического русского театра драмы имени Константинова. В Вишкороле в 15-й раз провели мост дружбы между русскими театрами. Начиная с этой недели до следующей, 30 ноября, зрители могут увидеть 18 разных постановок от 16 театров. Наш театр сюда приезжает уже, я точно не помню, мы, по-моему, больше 10 лет уже приезжаем. И некоторые у нас, некоторые актеры нашей труппы, я сам заканчивал Мориско-Республиканский колледж культуры и искусств, учились у Дмитрия Дмитриевича Лаврова и у Татьяны Лядовой. Вот, мы приезжаем сюда как домой, ну, отлично, мы втроем, сейчас нас осталось в строе, раньше нас было 8 человек. Мы как на родину, как домой, прям в свой родной город. И, конечно, ну, наши все коллеги нас поддерживают в этом плане. Всегда, на любой официальной всегда интересно съездить, интересно показаться другим зрителям, почувствовать энергетику не своего зала, который к нам привык, а к актерам, к нашему театральному языку он привык, а вот уже к зрителю, который нас видит редко, иногда даже, может, первый раз. В день не по одному, а по два и три спектакля будут проходить на сцене Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова. В выходные посмотреть спектакли можно будет даже ночью. Так вы уже могли увидеть постановки от театра из Беларуси, Республики Татарстана, Чувашии и Луганской Народной Республики. 23 ноября театр «Русская» сцена из города Берлин, Германии представит зрителям моноспектакль «Рудольф Нуреев 48 часов». В этот же день в 23.50 можно увидеть спектакль «Валентина в день» от Академического русского театра драмы имени Константинова. 24-го – криминальная комедия «Аферисты» от нашего театра и спектакль «Кюджонские перепалки» от Театра Республики Мордовия. Впереди постановки от Молодежного театра на Булаке из Татарстана и Адыгеи, Островского театра из Ивановской области. Республика Армения представит зрителям комедию «Фар свободная пара» и многие другие. Всего в 2018-м в фестивале примут участие 16 театров из 7 регионов России и 5 зарубежных стран. Завершится фестиваль 30 ноября комедии «Ханума» от театра «У моста» из города Перми. Пуанты, пачки, лебеди и не только на сцене Театра оперы и балета имени Сапаева. 24 ноября здесь зрителям представят балет по сказке Чиполина, 25-го – мюзикл «Бременские музыканты». А 29 ноября в 18 часов состоится галоконцерт в честь 50-летия Марийского государственного театра оперы и балета имени Сапаева. В Марийском театре юного зрителя для малышей пройдут спектакли «Гадкий утенок» и «Аленький цветочек», а для взрослых зрителей драма «Найди меня, мама». В Национальном театре имени Шкетана зрителям представят спектакли «Вызывали» и комедию «Озорная женщина». В Республиканском театре кукол для самых маленьких зрителей Театра кукол из Ижевска с 23 по 25 ноября представят спектакли «Жемчужина кахару», «Умка», «Гуси-лебеди» или «Переверетница». Потихоньку в свои владения вступает зима. Не мерзнете, согревайтесь искусством. Редактор субтитров А.Семкин